Всем привет! Начинаю новый влог. Лёжа в кроватке, сделала себе маникюр. Никогда у меня, насколько я помню, не было белого маникюра, вот чисто белого. Это мне прям захотелось, я сделала довольно счастливое. Смотрю сериал, сегодня воскресенье. Какое сегодня число? 10 марта, да, 10 марта. В общем, балдею. Так что главное, что мы начинаем новый влог. Так, девочки, я тут смешно выгляжу, но вам не привыкать, как я выгляжу. Я делаю на самом деле маску сейчас пол седьмого вечера. У меня муж поехал к моим родителям забрать шашлычок. Мы вообще должны были сегодня, по идее, собраться все вместе. Ну, вернее, мы должны были вчера. Дядя мой должен был семьей быть, мои родители, мы с мужем, ну, отметить 8 марта и так далее. Блин, заколка чуть сзади мешает. Но, в общем, не получилось у всех собраться. Но в итоге у меня мама все равно с папой пожарили шашлычки. И мой муж поехал их забрать. Вот, ну, пока он поехал, думаю, сделаю себе масочки на лицо. Сейчас я сижу вот с такой вот маской от Аравии. Кстати, получаю от вас очень много обратной связи именно по поводу Аравии. Что вы попробовали тоже, что вам нравится, что мне советуете. Я себе все отмечаю, я все хочу, но по мере, так скажем, необходимости я буду заказывать и пробовать. Сейчас у меня вот такая рассасывающая маска с поросужающим эффектом. Я вам ее уже неоднократно во влогах показывала. Мне она, девочки, очень нравится. Потому что она, ну, действительно, как бы и очищает немножечко поры. И вот для, мне кажется, она даже подойдет хорошо не только для жирной и проблемной кожи, как здесь заявлено, но подойдет и для сухой кожи. Но это у меня такие впечатления. Я ее наношу толстым слоем, хотя, по-моему, рекомендуют нанести. А, нет, да, плотным и рекомендуют. И она у меня минуток за 20 почти в ноль впитывается, чтобы вы понимали, и практически не остается. Ну, как бы на самом деле она помогает вот бороться как-то с какими-то закрытыми комедонами. Вот, и у меня, в принципе, кожа более-менее была чистая, пока я на празднике не наела всяких вкусняшек. Ну, вы видели, в принципе, все, что я готовила. Я почти все, естественно, кроме слоек, пожалуй, ну, я почти все, короче, попробовала. И плюс омлет с молоком, а я поняла, что молоко на меня действительно плохо воздействует. И от молока мне бы лучше отказаться. Ну, хотя вот я, наверное, завтра, послезавтра, после работы буду печь блины. Все-таки завтра 11-го числа, сегодня 10-е, завтра 11-е будет начинаться масленица. Ну, короче, посмотрим. Вот, потом хотела вам еще обратную связь оставить по поводу вот этого средства от Аравии. Это гель очищающий с АХ-БХ кислотами. Я пользуюсь где-то неделю уже им ежедневно, вернее, каждое утро. Мне понравился этот гель, он не пенится. Мне вообще на утро нравится пользоваться такими средствами, которые не пенятся, которые сильно не запачкают все мои волосы. Я вот так вот с маской очень редко, ну, с повязкой на голове умываюсь или что-то делаю. Как правило, у меня все волосы мокрые, ну, и я тоже. Ну, короче, понравилось мне это средство, потому что у меня как раз кожа шелушилась, так как я делала пилинг. И, кстати, я планирую сегодня, возможно, тоже сделать пилинг. И довольно-таки быстро, я думаю, что благодаря этому гелю, вот эти омертвевшие клеточки, они как-то отходили. Вот, заявлено, конечно, много. Здесь молочная, винная, гликолевая кислоты, салициловая также кислота есть. Нужно вообще, рекомендуется использовать один-два раза в неделю, но я пользуюсь каждый день. Думаю, что куплю потом все-таки еще другой какой-нибудь гель себе на утро, но посмотрим. Ну, чтобы как-то чередовать, но пока мне нравится. Вот, я не могу сказать, что я заметила, что прям какое-то сияние кожи, но нет. Вот, главное, что кожа у меня не стянута после умывания. Я не ощущаю никакой сухости, никакой... Ну, то есть просто очищенная, увлажненная даже, я бы сказала, кожа после вот этого вот геля. Вот, так что мне понравилось. В общем, сейчас буду... Мне кое-что по работе нужно подготовить. Плюс у меня монтируется, на самом деле, только влог, который, ну, сегодня, наверное, уже не вам уж и успеет даже выйти сегодня, да. Возможно, что если он быстро смонтируется, то даже сегодня я загружу влог, можно сказать, недельный. Мне нравится так снимать, девчонки. Я тут все смотрю на камеру, как же мне хочется вот эту вот популярную, я забыла, как она, диджей, ну, что-то там. Ну, вы поняли, маленькая такая ручная камера, Creator Combo 3. Она следит за лицом, за всеми делами. Она, конечно, дорогая. Ну, вообще, первоначальная, когда продавала свою камеру Canon влоговую J7 Mark II, ну, как-то так, я уже не помню, как она точно называлась, я продавала ее с целью, чтобы купить себе эту камеру. Потом зажала и открыла вклад на вырученные деньги, скажем так. Вот, ну, у меня, я понимаю, что у меня мало просмотров, и я человек не очень постоянный в плане своего блога все-таки. Я вот сейчас снимаю, да, середины декабря, я регулярно выкладываю видео, уже на протяжении, получается, трех месяцев. Но что будет дальше, кто его знает, и как бы просмотров, когда у тебя 60 тысяч, притом, прошу заметить, ненакрущенных подписчиков, и смотрится в среднем 500 человек, ну, для меня это странно. Честно, я не знаю, почему люди подписываются, не отписываются, и почему так мало смотрят. Для меня это загадка, вот, реально, выглядит так, что я сама себя накрутила подписчиков. Ну, короче, ладно. Вот, поэтому, да, и телефончик у меня, в принципе, старенький, айфон 11, и, может быть, картинка не такая прям классная, как мне хотелось бы. Но думаю, что самое главное, это просто регулярно снимать, а мне это очень нравится делать. Вот, реально, девчонки, мне так нравится, и я периодически сама пересматриваю свои влоги. Ой, нос чешется. В общем, всё, посмотрим, что дальше будет в этом влоге, а то я на 6 минут непонятно о чём наболтала. А вот и шашлычок, сверху корочка, а снизу свинина выложена. Ням-ням. Так, девочки, сегодня уже понедельник, если честно, у меня с утра так сильно болит голова, и вообще такое прям, ну, какое-то самочувствие не ахти, но работу никто не отменял, к сожалению, и с утра у меня уже, блин, 100 миллионов звонков, дел было. И сейчас, сейчас час дня, я буду выходить из дома, мне нужно пойти ознакомиться с делом, это к мировым судям, потом мне нужно в прокуратуру зайти, там мне надо заявление закинуть, потом мне надо в Пятигорский городской суд, там мне надо, надеюсь, наконец-таки готов приговор забрать. Потом мне нужно на почту палетка теней, моя пришла очень, кстати, быстро, потом я сегодня расстроилась, стала на весы, и просто, в общем, даже говорить про это не буду, но нужно приходить всё-таки мне в норму. Боже, мои тюльпанчики стоят, они уже бедные, просто практически всё, но, тем не менее, очень мне нравятся тюльпаны, никогда раньше не любила эти цветы, а это что-то прям, как-то прониклось последние два года к тюльпанам. Вот, и что ещё мне нужно? А, мне ещё надо в старую коллегию зайти, потому что, ну, опять эта история с бухгалтером из прошлой коллегии у меня продолжается, она мне сказала заявление на оплаты по тем заявкам, которые мне ещё, назначениям, которые мне ещё не выплатили, она сказала указать реквизиты личной карты. Я у неё ещё спросила, как мне потом быть, то есть, как мне оплатить налоги, она говорит, ну, типа, не мои проблемы, разбирайся сама, и вот я думала, что мне как доход нужно будет заявлять или что, ну, короче, то есть, я как бы, я такая, насчёт налогов, я люблю, чтобы всё было правильно, всё было чётко, никому я ничего не была должна, и ко мне как бы не было никаких ни от кого претензий. Вот, и в итоге она мне сегодня звонит, то, что мне там пришли некоторые оплаты, она говорит, а почему ты указала свою личную карту? Мне нужны данные твоей реквизиты твоей новой коллегии. Я говорю, в смысле вы мне так сказали? Нет, такого быть не может. Я так, короче, если коротко, то мне пришлось переписать заявление, вот мне нужно его сегодня тоже закинуть. Ещё мне нужно мегамаркет забрать, ещё мне нужно, что-то мне ещё надо было, слушайте, надо пострять. Я всё пишу, у меня есть приложение, и у меня все задачи, все мои заседания, ну, то есть, все дела, всё я полностью, вплоть до коррекции ногтей. Я себе отмечаю, когда я сделала, и когда нужно сделать в следующий раз, там, педикюр, окрашивание и так далее. Вот, потому что, ну, как бы понятно, ногти это очевидно, но, тем не менее, я всё это себе отмечаю, чтобы я понимала, сколько времени прошло, и лишний раз там не перепилить ногти, не травмировать, всё там подобное. Не знаю, как одеться, плюс 7 градусов, я имею в виду, не знаю, что сверху именно мне надеть, и одевать лишь шапку, не знаю. А, мне ещё на почту надо зайти, ячейку свою проверить, приходили ли мне письма. В общем, всё, по пути, я думаю, я ничего снимать не буду, но о всех планах вам рассказала. Я ещё, кстати, не завтракала, но думаю, как приду, уже поем. Ой, девочки, пришла я домой, как там ветрено, как там холодно, это просто кошмар. Я забрала две посылочки, сейчас буду распаковывать. Короче, ознакомилась я с делом, но это просто вот всё, что нужно знать о моём везении. Вы представляете, я взяла дело, в общем, у меня дело по мелкой взятке. И я взяла дело, ну, скажем так, у меня есть в производстве дело по соглашению, по такой статье, и, грубо говоря, ну, как бы эти люди друг с другом взаимосвязаны. И я не знаю, что мне делать, то ли заявить всё-таки, я буду думать сейчас, как мне поступить, то ли заявить всё-таки себе самоотвод. Ну, просто, да, позиции совпадают, но, тем не менее, всё, что я буду, какие допросы устраивать, ну, как бы, тем более, если будет один прокурор, одни и те же свидетели по обоим делам, то есть все ходатайства, какие я буду заявлять, они, по сути, все должны быть одинаковы, ну, как бы, они будут совпадать. А мне для моего дела, ну, не так это хорошо, я не знаю, ещё и назначили, вы понимаете, одно судебное заседание 18 марта в 15.30, это вот по соглашению, да, а по назначению в 16.30 этого же числа. Слушайте, как девочка мне всё хорошо упаковала, ещё и подарочек, масочку мне, посмотрите, положила, боже мой, помимо того, что это палетка Наташи Динона, то, что я вам рассказывала, я перекупила, просто посмотрите, как человек ответственный, я надеюсь, всё там цело, ну, по крайней мере, запаковала, она реально от души. Ещё у меня бесплатная была доставка, мы с ней договорились, я взяла всего лишь за 2000 рублей, ну, как бы, это реально, я считаю, отличная цена. Да, ещё она мне подарочек положила, ещё и в тот же день она мне всё это отправила, ещё так запаковать, ой, блин, как приятно. Я, честно, вот сколько всего тоже отправляла, я всегда очень хорошо, вот так вот и в пупырку тоже, и картонки, и скотчем всё вот так перематывала, я настолько хорошо всё людям паковала, всё всегда доходила, то есть в целости и сохранности, и очень приятно, когда тебе точно так же. Да, вот она моя прелесть. У неё было заявлено, что вот этот рефил повреждён, и, как бы, меня это абсолютно не печалило, потому что я почти не пользуюсь, но тоже повреждён, и, честно, он абсолютно, ну, в принципе, посмотрите, да, он здесь немножечко, как бы, видно, что был, видать, разбит, но зато вот эти два цвета я могу теперь пользоваться. И реально видно, что буквально без нескольких просто свочей, даже кистью не возюкали. Как я счастлива, я обожаю эту палетку теней. Это я с Мегамаркета ещё по пути зашла в пятёрочке, в постамате, забрала заказ. Ой, не надо мне, что я жарко и дурно. Маленький заказик, просто частями приходил. Это от Аравия, лосьон, стимулирующий для роста волос, с биотином. Хочу попробовать. У меня, я вообще хочу всю линейку потом взять, посмотрю, если мне прям понравится. Кстати, вот сегодня буду мыть волосы, я думаю, что хочу сделать масочки. И, скорее всего, воспользуюсь тоже попробую. Слушайте, у меня тут гора просто мусора. Сейчас напишу девочке благодарность ещё и за подарок. И вообще всё мне быстро дошло. Ой, у меня тут ещё куча писем, которые мне надо разобрать. На почту, кстати, заходила в мой... Это из Ставрополя, Черкесский городской, Ставрополя. Ну ладно, всё это разберу. В общем, на мой почему-то абонентский ящик пока ничего не пришло. И все письма то ли не обращают внимания, хотя я писала уведомления везде о том, что у меня изменился почтовый адрес для корреспонденции. И пока присылают всё в старую коллегию. Я, кстати, отнесла в итоге заявление, оставила вахтёру, попросила занести в офис, так как у меня ключей от старого офиса нет. Ну, в общем, как-то так. Так, сейчас я буду завтракать, 5 часов вечера завтракать, да. И очень много работы. В прокуратуре, кстати, тоже была. Единственное, в Пятигорском городском суде не была. Но я написала, уточнила, приговора так и нет. Чтобы вы понимали, уже даже срок обжалования прошёл, а приговора нет. А, решила, вопрос я вроде бы с этой оплатой. То, что мне с сентября не выплачивают по назначению. Я пошла к самому судье. Он сразу же такой, как, почему? А что, вы ко мне сразу не обратились? Пошёл к помощнику, почему вы не отдаёте постановление? Ну, как бы, надеюсь, что реально вопрос решится. Ладно, девочки, буду... А, сейчас я вам ещё кое-что покажу. Мне ж тут мама ещё передала вкусняшек. Вот такой вот бельгийский шоколад. Какой-то прикольный, ручной работы. Я даже его ещё не открывала. Не знаю. И курагу. Вот такую уже брали. Мне очень она понравилась. Безумно вкусная. Вот две упаковочки. И самое главное. Я просто обожаю вот этот манго конг. Просто супер вкусная. Мама мне две... Это уже открыто. И две упаковочки такие тоже дала. И, кстати, ещё она мне на 8 марта подарила тоже полотенчик. В общем, у меня теперь полотенец банных. Много. Всё, наборы я обновила. Там счастлива, довольна. Так, я сейчас тут можно сказать, что... Ух, как поварёнок. Я эту шапку реально называю поварёнком. Я сделала себе... Дело в том, что маску на волосы. Магниевое масло. У меня сейчас вообще был прикол. Сейчас работает стиралка. Я меняла постельное бельё. И вы знаете, что я умудрилась сделать? Я закинула пододеяльник и закинула наволочки. А просто не закинула. А я уже запустила стиралку. Нажала на паузу. Ждала. Думаю, ну как-то же дверка должна открыться. Но в итоге, да, прошло 5 минут. Всё открылось. Я думаю, всё, отлично. Теперь стирается. Меняла постельное. Делаю себе масочку. И сейчас налью себе чаёк. И сяду дальше, наверное, работать. Если честно, у меня, когда я дома, всё проходит так. Я работаю. Потом мне надо как-то переключиться. Заняться чем-то иным, другим. И я, например, начинаю заниматься какими-то домашними делами. Собственно говоря, этим я... Я сейчас просто балдею. Периодически я включаю себе вот такую заставку. И здесь потрескивание костра. Мне очень это нравится. Меня это успокаивает. То есть бывает, я смотрю YouTube. А бывает, я просто включаю какие-то вот такие заставки с определёнными звуками. И... Ну, просто кайф. Вот я слушаю, и я обалден. У меня аж мурашки порой идут. Ой, девочки, сегодня 13 марта. Вчера весь день работала. Сегодня мне просто весь день было настолько плохо. У меня давление шарашит. Я в итоге пыталась работать, но ничего не могла сделать. И вот только к вечеру. Более-менее очухалась. Короче, сделала сначала в кляре и в панировке. Смешала. Мужу сделала. Запекла. Не знаю, как про это даже сказать. Ну, короче. Это филе куриное в панировке. И, думаю, сделаю блины. Уже молоко подогрела. И понимаю, что... А муки-то у меня практически нет. В итоге я отмешала пшеничную муку и немножко добавила еще рисовую. Ну, понимала, что у меня буквально... Ну, здесь, я не знаю, блинчиков 12, наверное, получилось. У меня просто закончилась мука. Но в любом случае, все-таки масленица. Надо было сделать хоть немножко блинчиков. Средняя четверка. Значит, сегодня черкес. Я уже в Лермонт приехала больше, чем на час раньше. Блин, все потому, что вчера я себя неважно чувствовала. Я не забрала машину. Сегодня поехала на маршрутке. Но закон подлости. Когда приходишь раньше, то ты не уезжаешь. Ты раньше не хочешь. Вот, где-то у горы. Надо было ничего не знать, что. Но в Лермонт будет теплее, чем в Путигорске. Гораздо. Путигорский мороз. В общем, мы почти час еще ждать. Ну, что делать? Девочки, сегодня уже пятница. Я сейчас вышла из дома. Мне надо в дознание. Мне надо зайти в старую коллегию. Мне надо на почту. Потом мы должны встретиться с подружкой на кофеек. Обсудить рабочие всякие моменты, поболтать. В общем, выхожу из дома. Вчера ничего не снимала. Животно, я замерзла. И все вкупе. Короче, история с абонентским ящиком. Они не переклеили реально, что у меня номер другой никак там на ящике. Там четвертый, а у меня одиннадцатый. Все мои письма возвращались обратно. Блин, вот просто. Вот называется. Заплати, еще и не получи услугу. Слушай, у меня, кстати, такая погода хорошая. Не холодно. За счет того, что ветра нет. Прям нормально. Уже половину своих дел я переделала. Так, девочки, хочу вам похвастаться своими покупочками для дома. Я вам говорила, что я хочу новую сковородку. Потому что моя сковорода основная, на которую я все время готовлю, уже вышла из чатика. И я себе выбрала вот такую вот Tefal Day by Day. В общем, брала на им видео. Там сейчас распродажи, акции. И она с учетом там скидок вышла 2000 рублей. Отзывы были очень хорошие. Поэтому я как бы и выбрала ее. Также взяла на 24 сантиметра. Она сразу идет с крышкой. Но крышку нужно перекрутить. Здесь как бы сделано, чтобы вот так удобно было. Нужно будет просто переставить. И пишут, ну, по крайней мере, по отзывам, что ничего не пригорает. Все супер, отлично. Она такая, вообще, в принципе, не тяжелая. Относительно легкая, с антипригарным покрытием. Здесь вот есть индикатор, когда нагревается, вроде прям красным должна гореть. Ну, не знаю, посмотрим. Плюс в придачу взяла себе лопатку. У меня все лопатки были либо силиконовые, либо деревянные. И вот это тоже стоило что-то около 200 рублей. Совсем была недорогая. И очень хорошие отзывы. Люди писали, что там по три года пользуются. И ничего абсолютно не произошло с этой лопаткой. То есть ничего не сплавилось. Как бы все супер. Тоже тефалевская. В общем, нужно будет помыть сковороду. Потом рекомендуют ее смазать маслом. И уже затем использовать. И подходит она для всех типов плит. Чему я рада. Еще я вам не показывала. Хочу поделиться отзывом. Я как-то во влоге тоже вам показывала. Мы брали антивибрационные вот такие подставки под стиральную машинку. И в итоге мы их сдали обратно. Ну, потому что они вообще не справлялись со своей задачей. И в итоге взяли подороже. Что-то они стоили 650 рублей. Я вам не показала, как они выглядят. Но в чем смысл? Во-первых, это действительно такая прям подставочка. И они вот здесь вот липучие. Как липучка вставляется к ножке. То есть прикрепляется. И здесь тоже. И получается, что к плитке прям вот присоска настоящая. То есть здесь и липкий слой, и еще как присоска. И сегодня я два раза стирала. Она вообще как вкопанная стоит. Меньше шумит. Плюс под стиралку можно немножко залезть. Потому что, ну вот, как видно здесь на картиночке, тоже получается, что расстояние между полом и самой стиральной машинкой. Я надеюсь, что так все и будет. Потому что я супер-мега довольна, если честно. И буквально сейчас еще делала некоторые заказы. Ну, во-первых, подарки заказывала на дни рождения своим подружкам. Плюс себе кое-что какие-то косметические подарочки решила заказать. Все думала надо, не надо. Потом думаю надо, хочу попробовать. Сейчас по вечерам частенько после работы смотрю что-то на ютюбе. Мне тоже все хочется. Поэтому кое-что решила себе заказать. И это потом тоже вам покажу. Ну, на этом я сегодняшний влог закончу. Спасибо, что были со мной. До новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok